Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин растет прямо сейчас, после покушения на кандидатов в президенты Дональда Трампа. Только что в него стреляли. Я покажу вам видео и покажу фотографии, как в него стреляли, а потом он восстал на сцене. Вот оно, видео. Это случилось вот только что. И биткоин помпанул, смотрите, на этой попытке убийства. Подлетел до 60 тысяч. А вот и видео. И вот что произошло в нашем стране. Пробавляли 20 миллионов человек. И, знаете, это немного старый, что это несколько месяцев. И если вы хотите увидеть что-то, посмотрите, что произошло. Это пока что одно видео, которое я смог найти. А потом была фотография ткань. Илон Маск ее тоже затвитил. Вот Дональд Трамп, которого подстрелили. Видите, попали ему в ухо. И служба безопасности рядом с ним. Это вот буквально происходит сейчас. Весь твиттер гудит об этом. Посмотрите, сколько в ленте новостей об этом событии. Начали уже твитить. Это мой президент. Секретная служба уводит Трампа со сцены. И, в общем, много разных твитов на эту тему несут кого-то. Похоже, они поймали стрелка. Тоже окровавленный. В общем, такое событие произошло. И биткоин пошел вверх. Посмотрите. 5.45. Это полчаса назад буквально. Видите, вот биткоин начал расти. Как раз на этих новостях. О том, что подстрелили Трампа. Видите. Подожжа. Полетел вверх. Почему? Потому что теперь уже народ думает, что после этого Трамп по-любому выиграет выборы. Биткоин идет вверх. Первое сопротивление у него на 60 тысяч долларов. Но я думаю, что биткоин пробьет это сопротивление. Если вы еще не зашли в биткоин, попытайтесь его подобрать на небольшой коррекции. Надо пользоваться моментом. Растет, потому что теперь многие решили, что Трамп выиграет выборы. Да я бы сам за него голосовал. После того, как Байден стал президентом в 2020 году, посмотрите, что в мире-то происходит теперь. А Дональд Трамп придет и всех спасет. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Это первая волна эллиота. И мы не знаем, как высоко биткоин зайдет в этой первой волне. Но когда мы это узнаем, тогда уже будет понятно, как дальше рисовать эти волны. На моем торговом аккаунте Bybit открыта сделочка. На прошлой неделе она уходила в минус на 24 тысячи. Размер этой позиции 260 тысяч долларов. Многие говорили, что я идиот, неудачно зашел. Но теперь я получаю прибыль по этой сделке. 1700 долларов. На балансе 541 тысяча 200 долларов. Плюс 4 700 ПНЛ. Все, начало расти. Биткоин плюс 3 процента. Начинается рост. Давайте посмотрим, может еще какие-то новости прилетели. Поймали стрелка. Прекрасно. Убили стрелка после того, как он выстрелил. Ну что ж, такие обновления по рынку. Восстанавливается рынок. Пошел отскок. И давайте посмотрим детальнее. Додж Коин плюс 4 процента. Ворлд Коин 4. Биткоин плюс 3. И это прекрасно. Вчера также было много комментариев под моими видосами. Вот, смотрите, сколько комментариев. Много-много-много комментариев. Привет тебе, Джеймс. Из Англии, Греции, Пакистана. Джеймс, к тебе такой вопрос. Почему правительство Германии продает биткоины? Они, вероятно, что-то знают. Я думаю, что они продают просто потому, что они не понимают ценность биткоина. Они изъяли эти биткоины у какого-то криминала. И, ладно, дальше давайте. Джеймс, что происходит на эфире? Эфир я не делал в теханализ пока что. Джеймс, интро не нужно в видосах. А в целом контент у тебя отличный. Оставляй интро, Джеймс. Я голосую против интро. Не надо интро. У мистера Джеймса очень точные сигналы. У меня дети реагируют на твоё видео как раз из-за интро. А им 8,6 лет. Только хейтеры могут выступать против интро. Мне нравится интро. Я голосую за интро. Мне нравится. Не надо интро. Давай сразу к делу. Не надо, не надо. К чёрту интро. Не нужно. Нужно. Мне нравится интро. Да, оставляем. В общем, я не знаю. 50 на 50. Но давайте продолжим тогда опрос. Нужно интро или не нужно. Оставляй, оставляем. Убираем. В общем, мнения разделились поровну. Хорошо, будем заканчивать. Надеюсь, с Трампом всё нормально. Несколько выстрелов там было. Я даже твитил об этом. Я вам сейчас... А, подождите, я уже показывал. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я бы сам голосовал за Трампа. Думаю, что Байден в 20-м победил нечестно. И из-за этого вот что происходит в мире. Войны и всякое такое. В Твиттере очень много новостей по этому поводу. Насчёт этого покушения. И фотография, которая теперь станет легендарной. Вот она в тренде теперь. Как Дональд Трамп восстал после покушения. Вот эта картинка теперь станет легендарной. Всё на сегодня. Всем спасибо. Всем хорошего дня. И увидимся с вами завтра.